Сина, Китай, ох уж этот октябрь Президент Путин на одном дыхании сделал несколько важных дел Сина.Чон, Китай 6 ноября 2019 года Только подошел к концу октябрь, а у Владимира Владимировича полный хлопот От Ближнего Востока до Африки, от Латинской Америки до Азиатско-Тихоокеанского региона АТР, Россия за этот месяц сделала несколько важных дел по всему миру И сегодня мы поговорим о том, что конкретно ей удалось притворить в жизнь И первые в этом списке, это посредничество на Ближнем Востоке Ближний Восток, место баталии мировых держав Россия считает, что совершила серьезный прорыв блокады западных стран И по-видимому, в ноябре тоже ожидаются несколько важных событий С 14 по 15 октября президент Путин нанес визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты Обе эти страны – давние союзники США на Ближнем Востоке Прием российского лидера на высшем уровне не смог не привлечь внимания западных СМИ 22 октября в российском городе Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган достигли взаимопонимания по вопросу создания зон безопасности на границе Турции и Сирии По этому поводу западные СМИ кричали во все горло о том, что Белый дом безоговорочно отдал победу России И все-таки есть некоторые моменты, которые остаются под вопросом С точки зрения краткосрочной перспективы, за последнее время Америка вывела войска из северной части Сирии Отвернулась от своих многолетних союзников – курдов А Россия заявила, что окажется действие вооруженным формированием Курдистана в отведении сил в определенный срок А это означает, что Россия не только утвердила свою роль примирителя и контролера в конфликте между Турцией и Сирией Но и упрочила влияние в Сирии с момента отправки туда войск в 2015 году С точки зрения долгосрочной перспективы, в последние годы Россия активно принимает участие в урегулировании таких острых региональных вопросов, как военные действия в Сирии и кризис в Емине Благодаря комплексу мер дипломатического, военного и экономического характера она непрерывно повышает влияние и право голоса в региональных делах На Ближнем Востоке США проводят стратегическую политику сдерживания, и это позволило России расширить свои геополитические и экономические интересы в регионе Второе. Встреча с лидерами стран Африки 23 октября в Сочи открылся первый саммит «Россия-Африка», на котором присутствовал Путин, 10 лидеров африканских государств и представителей африканских международных организаций Во время саммита Путин выразил надежду, что Россия и Африка в ближайшие 4-5 лет смогут удвоить товарооборот Пообещал оказать содействие африканским странам в реагировании на различные внутренние серьезные вызовы и угрозы безопасности, включая терроризм По словам российского политического обозревателя, Советский Союз имел в Африке огромное влияние После распада СССР отношения между Россией и африканскими странами охладели Но президент Путин, организовывая этот саммит, посылает сигнал, Россия возвращается в Африку Третья, рука помощи странам Латинской Америки 29 октября президент Путин в резиденции провел переговоры с прибывшим с визитом председателем Госсовета Кубы Мигелем Марио Диасканиэль Бермудесом Как раз в 2014 году Путин посетил многие страны Латинской Америки и начал этот раунд переговоров с дружественного взаимодействия и сотрудничества России и стран региона Которая включает в себя такие сферы, как энергетика, вооружение, объекты инфраструктуры Как и в случае с африканскими странами, Латинскую Америку нельзя считать традиционным направлением российской дипломатии Сдерживая и подавляя страны Запада, России необходимо усиливать внешнее сотрудничество, искать новые рынки для экономического развития А также использовать возможности повысить свои позиции на арене мировой политики и экономики Последнее, сопряжение с Китаем 25 октября официально вступило в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве КНР и ЕАЭС Это означает, что сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» и ЕАЭС вошло в новую фазу, которая станет новым драйвером делового сотрудничества Китая и России С тех пор, как страны Запада ввели санкции в отношении России, разворот на Восток стало частым выражением в политических кругах и СМИ АТРА приобретает все больший вес в российской внешней политике, и Китай является ее главным приоритетом В июне 2019 года двусторонние отношения вышли на уровень отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху В целом, после кризиса на Украине западные страны во главе с США продолжают усиливать экономические санкции и осуществлять дипломатическую изоляцию России Понимая, что трудности в отношениях с Западом носят временный характер, Россия придерживается более активной и открытой внешней политики, чтобы сорвать блокаду и снова превратиться в великую державу Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ